Полная практика прощения. Green My Life. Ярослав Мудр Воронцов. Татьяна. Осознание за день. Итак, мои осознания за день касаются того, что надо учитывать, когда обращаешься к учителю, куратору или мужчине. И первое моё осознание, что говорить нужно, начиная с главного, а потом объяснять и просить помощи, тем более, если это мужчина. Далее. Всё абсолютно говорить с позитивом, то есть весь разговор нужно строить с позитивной точки зрения, удерживать субординацию, помнить, что вы ученик, а куратор – это учитель, что у него другой статус. И, по сути, вы должны принимать его, принимать его уроки, принимать его ответы, всё, что он даёт. Также, перед тем, как собираешься обратиться, обязательно вспомни о том, кто в какой роли. Что ты ученик, а ты обращаешься к своему учителю. И помни об этом. У вас разные статусы, то есть он это делает всё для тебя, для твоего блага. В разговоре никогда не должно звучать обвинений, каких-то претензий. Этого не должно быть. Также нужно помнить, что мы готовы принимать любой ответ на наш вопрос или просьбу от учителя, не ожидая, что он будет таким, как нужно нам. Мы должны быть готовы принять любой ответ. И ещё одно осознание, что, когда ты планируешь о чём-то поговорить, может быть, сложности какие-то есть и обсудить, и абсолютно не нужно ожидать, что будет негативный ответ, так как ты на самом деле этого не знаешь. Когда ты думаешь, что будет негативный ответ, ты уже накручиваешь себя эмоционально. И в итоге потом сложно будет говорить, донести правильную информацию, потому что ты уже будешь на эмоциях. И самое важное, помни, что все абсолютно слова должны быть позитивны. То есть настрой в разговоре должен быть позитивным. Не переводи в негатив. Всё должно быть на позитиве этого. С вами была Татьяна. Полная практика прощения с Green My Life Ярослав Мудр-Баранцов. Осознание за день. Субтитры создавал DimaTorzok